Я, блядь, королева прокрастинации, я вам отвечаю, в этом мне нет равных, я могу целый день ничего не делать, вот без шуток, не сидеть в тиктоке, не смотреть сериалы, не листать ленту, я могу просто в каких-то мыслях своих что-то походить, бродить, какие-то монологи у меня в голове. А что еще я умею, это весь день провести, собираясь что-то делать, но так ничего и не делая, вот это высший пилотаж. Я помню, дед мне в детстве говорил, ты, Настасья, девка хорошая, но с ленцой. Ленца у меня была, по его мнению, жалко, что я тогда не знала умных слов, а то бы я ему ответила, деда, у меня просто нет мотивации. А у детей действительно часто нет мотивации что-то делать, что-то делать со своей жизнью, ну, потому что ты как бы зависишь от взрослых в любом случае, ты не особо влияешь на качество своей жизни, и что бы ты ни делал, у тебя все примерно ровно, пока ты под опекой взрослых. Ремня по жопе всыпят, вот тебе мотивация, если будешь учиться плохо. А, ну вот ты уже взрослый, и мотивации хоть отбавляет, ты на качество своей жизни влияешь прямым образом. Если, конечно, ты не домохозяйка в декрете на иждивение мужа, тогда, конечно, тогда, наверное, только на мужа ты можешь влиять, а он уже влияет на качество твоей жизни. Но я не домохозяйка, я пытаюсь в последнее время менять свою жизнь к лучшему, и почему-то я выбрала для этого самый извилистый и тернистый путь. Я художник для таких, как мы, прокрастинация, выгорание, перегорание, творческий ступор, сомнения. Это все вечные спутники, и никогда ты от них полностью не избавишься, это невозможно. Но бороться все-таки можно и нужно, иначе, ну что, ну куда мы придем? Будем, как обломов, лежать в кроватке и кричать «Захар, Захар!», но Захар не придет, потому что нет у них никакого Захара. Откуда вообще берется прокрастинация? Вот это, мне кажется, важно понять для начала, потому что причины могут быть разные. И если мы говорим о творческой прокрастинации, то у меня это чаще всего завышенные ожидания. То есть я придумала себе какой-то проект, он у меня в голове уже оформился, уже все настолько красиво и прекрасно и идеально, что я боюсь к этой мечте прикоснуться и начать ее воплощать, потому что, ну, не будет настолько прекрасно, скорее всего, что-то пойдет не так, и, скорее всего, будет какой-то облом. Слушайте, так вот почему обломов. Он же где-то обломался, его жизнь обломала, и поэтому он стал таким ленивым бездельником. Вот этот обломов из книги. Прикиньте, я только сейчас это поняла. Ну ладно. От чего еще может быть прокрастинация? От того, что как раз мы помним о каком-то обломе. Вот мы что-то делали, мы старались. Мы встали с этого гребаного дивана и начали работать, трудиться, творить, и что-то не получилось. И мы расстроились. И мы сейчас не хотим эту эмоцию испытывать. Ну, естественно, за свои труды мы получим еще потом неприятную эмоцию. Зачем это надо? Куда проще находиться в мечтах о каком-то прекрасном, идеальном произведении искусства, которое пока что только у тебя в голове, и вот мы его сейчас получше обдумаем. А потом, когда-нибудь, когда будем готовы, спойлер, никогда. Никогда ты не будешь готов, всегда будет этот страх, страх накосячить. А что, нужно просто пробовать, снизить ожидания. Ну, не будет, скорее всего, гениального творения. Скорее всего, нет. Но, возможно, получится совсем даже неплохо. И даже если получится плохо, то мы извлечем из этого опыт, который в будущем поможет нам создать что-то более прекрасное и, может быть, даже гениальное. Такой вариант тоже стоит учитывать. И самая поганая причина, вот для меня это основная сейчас и самая весомая причина прокрастинации, это недостаток мотивации. Потому что, когда мы начинаем заниматься творчеством, когда мы решаем уйти в это, решаем, что мы будем этим заниматься, мы будем идти к заработку, мы будем идти к какому-то признанию, в тот момент, когда мы вот это решили. Все, я буду грызть землю, но я добьюсь, я пробью эту стену, я стану востребованным, известным. Я все сделаю для этого, я смогу, я сделаю все возможное. И ты в этот момент очень сильно веришь в себя, в свое намерение. И ты очень замотивирован. Но в душе ты, конечно же, думаешь, что да, сразу все получится, наверное. То есть вслух ты говоришь себе, я буду стараться, я буду идти, несмотря ни на что. Я знаю, что будет сложно и долго, но глубоко внутри ты все-таки надеешься. Ну, я же такой классный, у меня такие хорошие идеи. Но наверняка мне все получится довольно быстро, меня заметят, меня оценят. Как же иначе, ведь я такой прекрасный. Но быстро ни у кого не получается, почти ни у кого. По-любому наступает такой момент, когда ты делаешь, ты продолжаешь делать, у тебя уже закончилась энергия, у тебя уже закончилась вот эта первая волна мотивации. И ты обнаруживаешь себя сизифом, который катит камень на холм. А камень все время катится обратно вниз. И ты спрашиваешь себя, а нахуя я все это делаю? Ну, нет результата. Зачем я трачу свою энергию? Зачем я трачу свое время? Может быть, я тогда лучше пойду нормальную, обычную работу поработаю, получу нормальную, понятную мотивацию в виде денег, в виде зарплаты, чем вот это вот все непонятно ради чего. И в этот момент ты перестаешь верить в себя, ты перестаешь доверять себе. Ты уже сомневаешься о том, что я придумала. Это действительно так классно, как мне казалось? Это действительно должно понравиться людям? Пока вот что-то они как будто не очень заинтересованы в моем продукте, в моем изделии, в моем творчестве. И эти мысли, эти диалоги, они глубоко внутри. Ты можешь их даже не осознавать, ты можешь их даже не осмысливать, не оформлять их в слова, они у тебя где-то глубоко в подсознании. А на поверхности как раз вот это. Хочу делать, могу делать, понимаю, зачем мне это делать, но почему-то не делаю. Это нормально, так устроена наша психика. Мы же с вами животные, мы с вами гребаные обезьяны. Если обезьяна сходила несколько раз в какой-то лес, и она там не нашла бананов, она не будет больше ходить в этот лес. Но нет смысла, нет мотивации, там нет бананов. Она один раз сходила, второй раз сходила. Но там их нет, обезьяна разочарована. Она считает, что бананов в этом лесу она никогда не найдет. Что с этим делать? Желательно получить все-таки какую-то мотивацию. Желательно как-то реализовать свое изделие, если это возможно. Хотя бы за небольшие деньги, хотя бы в небольших объемах у вас какое-то производство. Потому что это даст вашей обезьяне подкрепление, и она перестанет считать ваши действия пустой тратой времени и ресурса. И может быть у нее забрежет надежда, что все-таки в этом лесу могут появиться бананы. Если нет такой возможности, бывает так, что не вариант заниматься продажами в какой-то период. У меня был такой момент, что я меняла и прорабатывала свой стиль. И мне не было смысла заниматься продажами, пока я не проработаю именно стилистику. И в этом случае, ну что, ну нужно разговаривать, договариваться с собой, как-то объяснять себе. Честно с собой поговорить. Вот ты действительно хочешь это бросить? Ты действительно не веришь, что мы все-таки сможем чего-то добиться? Так что вот разговаривайте с собой. Это очень полезно, мне это помогает. Но делайте это, когда никто не видит, иначе вас в дурку сдадут. А вот вам еще один такой способ, метод, совет по борьбе с прокрастинацией. Я нашла для себя два таких поинта, на которые можно опираться. Две вещи, знания которых дает мне силы начать и сделать, наконец, уже то дело, которое я все никак не могу сделать. Вы знаете эти две вещи, мы все о них знаем, но почему-то всегда забываем. Первое, это касается какого-то любимого дела, там творчества. Ты все никак не можешь приступить к своему проекту, к своей картине, там по разным причинам. Просто знай, что когда-нибудь ты начнешь, ну, скорее всего, если ты целый день еблани, что вечером ты по-любому начнешь. И в процессе у тебя, скорее всего, появится и мотивация, и удовольствие. Это ведь твое любимое дело. Но ты уже не успеешь делать того, что ты хотел сделать. И будет очень обидно. Знаю на опыте. Вторая вещь, которую нужно вспомнить, это скорее касается таких дел, которые не творческие. Которые вот в налоговую надо съездить. Вот эта вся хуйня взрослая, вот эта ебань, которую ты не хочешь делать вообще. И не делаешь, но тебе это сделать надо. Просто знай, что когда ты это сделаешь, вот это дело, которое висит на тебе, тревожит тебя каждый день. Вот оно по чуть-чуть долбит твой мозг. Когда ты сделаешь его, ты такой кайф получишь. Ты такое облегчение испытаешь. И вот ради одного этого можно собрать, наконец, все свои силы и сделать, наконец, уже это забывучее дело. И последний, третий совет, который я вам сегодня дам. Раз уж я тут взялась раздавать советы. Так, третий, да, получается. Первый совет, понять, в чем причина, и работать с причиной. Второй совет, знать вот эти две вещи и вспоминать о них, чтобы себя как-то подстегнуть. А третий совет звучит так. Не надо думать, что у тебя дохуя времени. Блядь, здесь советы, на самом деле, даю сама себе, потому что, вот, например, вот это прям моя боль. Это моя проблема. Я все время думаю, блядь, почему-то, что у меня дохуя времени. Хотя времени в обрез. Его ровно столько, чтобы вот прямо сейчас поднять свою жопу и начать делать какое-то дело. И чтобы это дело было сделано в срок. Вот столько у меня времени. Но мне, блядь, почему-то кажется, что у меня его больше. Я не знаю. Я не знаю, как работает мой мозг. Я не знаю, откуда это во мне взялось. Но такое есть. И это было всегда. Я всегда опаздывала. Я не так давно перестала опаздывать. Я, наконец-то, приучилась как-то отмерять время. Я ездила на электричке и тогда на работу. А электричка не будет ждать. И я приучилась выходить вовремя. А так я постоянно опаздывала на работу. Особенно, если у меня работа там в 15 минутах от дома. То я опаздываю всегда на 5 минут. Это стабильно. Ну вот, как-то так устроен мой мозг. С деньгами, кстати, та же фигня. Мне кажется всегда, что у меня дохуя денег. Хотя денег вот ровно на все необходимое. А мне кажется, что у меня их больше. Я могу куда-то незапланированно их потратить. В целом, я как будто слишком оптимистично отношусь к жизни. Но это какой-то ебаный оптимизм. Вот такой я человек. Что с этим делать? Ничего с этим не поделаешь. Я просто стараюсь приучать себя к мысли, что если мне кажется, что времени дохуя, значит, времени ровно впритык. Если мне кажется, что можно еще посидеть поебланить, то пора уже собираться и выходить. Короче, делаем скидку на ебаный оптимизм. Если мне кажется, что у меня есть деньги на какие-то хотелки. Там на ВБ каких-то платьишек заказать, то значит, что у меня есть деньги ровно на мои потребности, на то, что я запланировала. И все. Никаких хотелок. Никаких больше вечеринок. Так что да, вот не думай, что у тебя дохуя времени. Потому что мы же очень часто слышим вот эту фразу. Ничего никогда не поздно. Но эта фраза, она для тех, кто боится там начать в каком-то возрасте заниматься чем-то новым. А не для тех, кто ебланит и прокрастинирует. Наша жизнь, она сама по себе конечна. Как не грустно это осознавать, но это факт. И вот эта фраза «ничего никогда не поздно». Но это красивая сказочка, которая может быть полезна тем, кто боится что-то начать. Боится, что уже поздно. Но если ты сидишь на диване, листаешь тикток и думаешь, что когда-нибудь я возьмусь за ум, ведь ничего никогда не поздно, то у меня для тебя плохие новости. Однажды тебе стукнет 80 лет и, скорее всего, уже будет поздно. Чуть-чуть отвлечемся. Что хочу сказать про картину, создание которой вы видите на своем экране. Эта картина называется «Девушка в пестром халате». И изначально этот халат задумывался как черно-белый. Но мне не очень понравилась общая гамма. Тем более, что у меня цвет основы спокойный. То есть натуральное дерево, натуральная береза. Я поняла, что сюда просится какой-то яркий цвет. Если бы еще у нее в руке что-то было яркое, допустим, у нее была бы яркая чашка. Но я не хочу делать яркую чашку. Чашку я хочу оставить белой. Поэтому я решилась на отчаянный шаг и начала перекрашивать этот пестрый халат в оранжевый цвет. Это такой приглушенный оранжевый. Мне это видится как цвет хурмы. И было непросто, пришлось повозиться. Но в итоге я очень довольна. Мне нравится то, что получилось. Блять, кто-то стрижет траву. А насчет прокрастинации. Нужно ли вообще с ней бороться? Нет, это в принципе не обязательно. Ты можешь никак с ней не бороться, если тебя все устраивает. Ты можешь не справляться с своей прокрастинацией. Ты можешь ждать, пока она справится с тобой. Ты можешь ждать момента, когда не делать уже станет невозможным. Да, вот эта ночь перед экзаменом. Все, нет вариантов. Нужно учить билеты. Не нужно искать мотивацию. У тебя просто нет выбора. У тебя подходит срок сдачи какого-то проекта завтра. Значит, ты садишься и делаешь всю ночь. Ну, все, нет вариантов. Вот у меня недавно было. Мне нужно было поехать в налоговую и подать уведомление о переходе моего ИПС, УСН, НПД. Не важно, это сложно и скучно. Мне это нужно было сделать до 11 июля. Угадайте, в какой день я поехала. 9, блядь, июля. Хотя у меня на это был целый месяц. Хорошо, что не 10. Я просто испугалась, что вот эти изменения не успеют подействовать, и я попаду на деньги. Иначе я 11 бы поехала. Но я вот, знаете, что поняла? Я не хочу, чтобы у меня не было выбора. Я не хочу, чтобы мои дела управляли мной. Я хочу сама управлять своими делами. Я хочу чувствовать себя спокойной и знать, что у меня все в порядке, что у меня все сделано. Я хочу, блядь, просто заранее делать все свои дела. Вот представьте, насколько это приятное и комфортное чувство знать, что у тебя домашние задания на неделю вперед сделаны. Что у тебя, блядь, портфель собран с вечера, и утром ты идешь спокойно в школу. Они ищут, блядь, учебник по химии, который завалился за стеллаж, и я его в панике пытаюсь найти. Я больше не хочу испытывать панику. Так часто, по крайней мере. Я не хочу испытывать вот это давящее чувство, что я опять, блядь, что-то не сделала, я что-то не успеваю, у меня опять горят какие-то сроки. Я не хочу так больше жить. Поэтому я борюсь со своей прокрастинацией. И я пытаюсь найти какой-то свой дзен, в котором мне будет комфортно и спокойно. Хочется покоя. Ну, понятное дело, что абсолютный покой невозможен при жизни. Невозможно, чтобы тебе было всегда спокойно и комфортно. Это утопия. Но хочется, чтобы комфорта в жизни было больше, чем дискомфорта. Все-таки уже такой возраст, уже немало лет. Знаете, бежать на электричку, сломя голову, можно, когда тебе 20 лет. Но когда тебе 30, хочется спокойно выйти, спокойно дойти. Ну, не так, конечно, как моя бабуля всегда выходила за 20 минут раньше. Мы потом стояли с ней на остановке. Но вот какой-то баланс в этом во всем мне хочется найти. И вроде как я уже двигаюсь в эту сторону, становлюсь ответственнее, укращая свой ебаный оптимизм. И жить становится немного легче и приятнее. Чего я и вам желаю. На этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...